У Лукашенко положительный дальтонизм. Он дальтоник, он не будет рисовать никаких линий, ответ будет ужасным. Друзья, всем привет! Сейчас поговорим о Беларуси, и там Лукашенко, картофельный фюрер, решил побряцать оружием, парады проводит, стягивает войска к украинской границе, грозит какими-то, рассказывает, что он дальтоник, хороший дальтоник, это сам себя так называет. В общем, сейчас покажу вам очередной цирк в исполнении Рыгоровича, ну и как они пытаются на самом деле, для чего они это делают, усиливают напряженность на нашей северной границе, чтобы оттянуть войска с Донбасса, с востока Украины, там, где сейчас идут активные боевые действия. Ир Рыгорович опять подыгрывает Путину по его команде, помогая создать такую напряженность у нас на границе, чтобы растянуть наши войска. Что происходит, как происходит, сейчас обо всем об этом подробно. Не забудьте подписаться на канал, пожалуйста, вы знаете, как, внизу такая кнопочка есть, нажмите на нее, если вдруг она у вас еще, вы не подписаны. Спасибо, кнопка лайк, палец вверх, спасибо, поехали. Путин снова использует Беларусь. На этот раз не для того, чтобы с территории Беларуси напасть на Украину, как было в 22-м году, но для того, чтобы создать напряжение и заставить Украину растянуть свои войска и заставить нас перебрасывать и держать подразделения на украинско-белорусской границе. Так я воспринимаю тот шабаш, который сейчас устроил Лукашенко, и весь этот режим, там и Белоусов, новый министр обороны России, прилетел к нему. И вместе они, значит, устраивают вот эти все провокации. Вот послушайте, как Лукашенко выступил и сказал, что да, вот пограничники и силы специальных операций все стянуты. Там, мол, 41-й год даже вспомнил. То есть, знаете, уже все, ду-ду, 41-й год, сейчас на нас торгнутся. Пограничники переведены на усиленную охрану государственных границ. Мы, зная 41-й год, не хотим еще раз повторить эти ошибки. Развернуты силы специальных операций. То есть, не только пограничники, но и наши военные сегодня перекрыли направление движения, вероятного движения, как пограничники говорят, противника. Вы помните, год назад мы такие тренировки проводили, оказывается, не зря. Поэтому силы специальных операций в основном и другие подразделения развернуты. Я думаю, министр обороны предстоящие два дня после праздника у вас проинформирует об этом. В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и российские. Здесь полное взаимодействие. На позиции ракетной системы выведены Полонез и Искандер. Ну, вы услышали. Теперь вы все услышали, все понимаете. Теперь послушайте еще, как он дует щеки и рассказывает, что он хороший дальтонник. То есть, что у него красных линий нет, и он как вмажет, если что. Ой-ой-ой. Ну, в общем, угрозы. Тут говорить типа эскалация не нужна, но вы послушайте текст, с которым он это говорит. Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышали. Никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим. И как недавно отдельные мои друзья-журналисты в России говорили, что у Лукашенко положительный дальтонизм. Он дальтонник. Он не будет рисовать никаких линий. Ответ будет ужасным. Знаете, если кто-то приступит к границам, к которой я служил, и хорошо знаю, что такое граница, я не просто хороший дальтонник, на меня навалиться может куриная слепота. Поэтому ответ действительно будет жестким и резким. Ну и так вы слышали и ВВС, и ПВО, и Искандеры, и Полонезы, и все. Ох, какой Рыгорович просто терминатор. Встягивают туда войска и все. Напомню вам, что еще два месяца назад Лукашенко рассказывал тоже эту историю, включал. То есть их задача постоянно держать такое напряжение. Еще раз для того, чтобы создавать Украине головную боль и угрозы нашей северной границы. Послушайте, что он чесал два месяца назад. Формируется напряженнейшая ситуация на наших южных рубежах. В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии, около 120 тысяч человек, территориалы и военные. В приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются. Наша граница с братской Украиной полностью заминирована с их стороны. Мы наблюдаем круглосуточную разведку всех видов, направленную против нашей страны. Фиксируем систематические, провокационные и демонстративные действия военнослужащих Киева в отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств, в том числе с нарушением государственной границы Беларуси. Вероятность возникновения страны украинских подразделений, вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика. И этого очень ждут наши шататели, режима. Все это не только Лукашенко говорит, они активно это все медийно освещаются. Лукашевич, не путай с Лукашенко, значит, Лукашевич это заместитель командующего сил специальных операций Беларуси. Тот дает комментарии, что мы не дадим, не позволим, и мы видим, в общем, мы тоже браться это оружием. Послушайте. Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Коалицией западных стран развязан горящий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле. У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска во вооружение. Ну и вишенкой на торте всего этого парад. Это, видимо, так готовится к войне, что еще обязательно нужно парад провести. Туда прилетено 80-летие освобождения Минска от немцев. Туда Минск освободили от немцев, зато оккупирована сегодня Россией. И прилетел Белоусов, новый министр обороны России. Вместе они, значит, там парад с Рыгоровичем принимают. Посмотрите, Шабаш, как Рыгорович там подъезжает на лимузине. ...вооруженными силами Александр Григорьевич Лукашенко. Друзья, такая история. Беларусь продолжает, оккупированную Беларусь, Путин продолжает использовать против Украины, как он это делает постоянно. Это такой его плацдарм, в этот раз создавая напряженность нам на наших северных границах. Вот она реальность. Ну, а Лукашенко это такой путинский гауляйтер, который там дует щеки и строит из себя Терминатора. Вот на самом деле, что происходит. Я не думаю, что оттуда нам стоит ожидать нападения, во всяком случае, сейчас. Я думаю, что это все вот с целью именно такой демонстрационной действия, с целью отвлечения наших сил. Но действительно, к сожалению, на это приходится отвлекаться и следить за этой границей нам, конечно, нужно. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете о Терминаторе Лукашенко, о Дальтонике, как он сам себя назвал, о Картофельном фюрере. Мне очень интересно ваше мнение. Держим строй! Продолжение следует...